Зеленая крыша и белоснежный фасад. Эта мечеть в селе Синицыно Кировского района строится еще с август. Сейчас уже завершены внешние отделочные работы и продолжаются работы по благоустройству территории. Осмотреть ход строительства и пообщаться с местными жителями приехал депутат Госдумы Руслан Бальбек. Традиционные приветствия сельчанами. Местные жители год не могли оформить землю под мечеть. Сейчас территория на балансе Муфтията. По проекту здесь будет комната для омовения и место для ифтаров. Религиозное сооружение строят на деньги предпринимателей. Мы дежурили здесь по очереди ночами. Все мелкие проблемы с документами, с строительством решали сообща, а потом дружно начали стройку. Мечеть вместит до 200 человек. Сейчас нужно только газифицировать здание, чтобы перейти к чистовой внутренней отделке. Этот вопрос Руслан Бальбек взял под личный контроль. Уже сегодня будут поданы документы и мы постараемся буквально в течение нескольких дней после подачи документов определить точные сроки, так чтобы по желанию людей до праздников подвести газ к данному культовому объекту. По программе из 46 населенных пунктов района в 19 будут построены мечети. А в селе Бабенково Кировского района буквально за три месяца возвели мечеть. Она выросла как будто на глазах. Каждый день камень по камню. Местные жители трудились здесь, чтобы возвести стены и накрыть их крышей. Больше 30 лет ожиданий, просьбы, обращения во все инстанции. И вот долгожданный участок в 12 соток выделили в октябре 2019-го. Работа местных жителей сообща. Оперативная и сплоченная. Все на благо родного села. Эта мечеть будет красивой. Она находится в самом центре поселения. Пусть Всевышний поможет всем, кто участвует в строительстве. К священному празднику Роза Байрам сельчане планируют провести первый намаз в новой мечети. Я очень рад, что это второй населенный пункт вслед за Синицыно, где джемат кашаром строит мечеть. И везде, в каждом случае чувствуется вот этот коллективный дух. И я уверен, что это джами, так же как и в Синицыно, будет объединять мусульман, будет объединять крымско-татарский народ. А это место для религиозного здания в Красносельском. До 2014 года люди добивались выделения земли. При Украине вопрос якобы согласовали. Даже начали заливать фундамент. Но оказалось, прежняя власть должным образом документы не оформила. На данном этапе мы говорим о возможности выделения этого земельного участка. Необходимо будет изменение в генплан, так как это территория ИЖС. И администрация уже подготовила дорожную карту, согласовала с мусульманской общиной. И поэтому в сентябре, я думаю, этот вопрос развяжется. А вот в селе Яркое Поле нужны деньги на капремонт домов в аварийном состоянии. Об этом сообщила глава поселения Елена Гришковец. Вопрос на контроль взял первый заместитель председателя Госкомнации Эльмар Мамбетов. В прошлом году были доведены лимиты администрации Яркополинского сельского поселения, в соответствии с которыми они провели проектирование, получили положительное заключение экспертизы. По 11 объектам, это 20 квартир, которые сегодня посредством доведенных лимитов уже в текущем году будет проведен капремонт. После капитального ремонта 11 домов очередь на жилье для реабилитированных поселений закроется. Эльмас Аблакимова, Аким Бекиров, телеканал Меллет.